Всем привет уважаемые гости и подписчики моего канала Мегаджет Ревьюс. Следующее поколение флагманских аппаратов Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Это первый случай в истории компании, когда флагманские смартфоны оснащаются процессором от Qualcomm. И как вы уже догадались, речь пойдет о процессоре Snapdragon 845. Таким образом Meizu решила вернуться в настоящую битву между гигантами рынка. Ставьте плюсик, если вы с этим согласны. Смартфоны внешне получились очень привлекательны за счет тонких рамок закругленных углов дисплея. Радуют асимметрично всех элементов. Дисплей в Meizu 16 занимает 91,18% передней панели. Например, в Vivo Nex этот показатель равен 91,24. Разница минимальна. К тому же в Meizu 16 нет выдвижных механизмов и вырезов дисплея. Посмотрите внимательно. Этот смартфон действительно без бороды, без рамки, без балкона или как угодно назовите эту штуковину и выглядит он великолепно. С этим трудно не согласиться. Сзади смартфон выглядит тоже интересно. Особенно радует белый свет. Толщина Meizu 16 всего 7,3 мм. Например, толщина OppoFix X равна 9,3 мм. То есть Meizu на 2 мм тоньше. Впрочем, вес устройства очень небольшой. Всего 152 грамма. Ребята, это очень мало. Например, тот же Vivo весит 199 грамм. Или Note 5, Xiaomi Redmi Note 5 весит 187 грамм. Вот. А OnePlus 6 весит 177 грамм. Вот такая вот, ребята, новинки. То есть заявки по чисто внешним характеристикам, эстетическим уже очень и очень серьезные. Смотрим далее. Значит, Meizu 16 и 16 Plus оснащены, как уже было ранее сказано, Snapdragon 845 процессор. Аккумулятор на 3010 и 3640 мАч в версии Plus. Оперативная память 6,8 гигабайт соответственно. Оперативная память DDR4X. И накопитель на 64 до 256 гигабайт. Вот такая начинка. И начинка очень серьезная. Вот. С такой начинкой он вполне может конкурировать и с новинкой от Xiaomi Mi 8. Дальше еще посмотрим и также вернемся к сравнению с этим флагманом от Xiaomi. Meizu получила 16... Извиняюсь. Meizu 16 получил 6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+. А Plus версия оснастили 6,5-дюймовым аналогичным дисплеем. Оба смартфона получили сканер под дисплеем, который способен разблокировать устройство за 0,25 секунды. А точно составляет 99,12%. Вот так, ребятки. Наконец-таки, видите, я думал все-таки компания Xiaomi первая выступит с этим отпечатком пальца под дисплеем. А нет. Выступила все-таки компания Meizu. И это серьезная заявка на рынке. Фронтальная камера в устройствах 20-мегапиксельная. А задняя камера двойная 12-мегапикселей плюс 20-мегапикселей. А MX 380, соответственно, и 350. Такая же камера была установлена и в версии 15+. Из приятных особенностей выделим выдержку 1,4 секундры, спектра 280 ASP и поддержку искусственного интеллекта. Авто HDR. Работают смартфоны на базе Android Oreo с фирменной оболочкой Flyme 7. Умную кнопку компания заменила на полосу Super MBEX 2.0, которая выполняет те же функции, что и старая кнопка. Внутри аппарата имеется трубка с жидкостным охлаждением. Таким образом, смартфоны не будут нагреваться и троттлить. Также имеется Wi-Fi 2.2 MIMO и LTE 4.4 MIMO. Bluetooth 5.0, поддержка Qualcomm, Sony LDK. И вот, ребятки, самое интересное. Значит, стоимость. Итак, смотрите, младшая версия Meizu 16 664 будет стоить 395 долларов, что в рублях составляет примерно 24 800-24 900, что сопоставимо с ценой флагмана, как я уже сказал, от компании Xiaomi Mi 8. Вот. И 16 плюс будет стоить 6 на 128 гигабайт, 468 долларов. Продажи смартфонов стартуют на Meizu Mail GD Summets 20 августа. То есть уже буквально вот скоро-скоро. Предзаказ уже можно делать сейчас. Вот так-то, ребят. Сказать по этому поводу можно лишь одно. Потрясающие смартфоны, но по очень привлекательной цене. Meizu сегодня очень порадовало. Например, главный конкурент Mi 8, как я уже сказал, оценен 420 долларов. Вот такие дела, ребят. То есть Meizu получается и дешевле. На этом все. Не забывайте поддержать меня, поставить лайк, подписаться на канал. Мне это очень помогает и очень нужно. Всем спасибо. Удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok